Давайте сегодня немножко вернемся к нашему практическому плейлисту, поговорим об, можно сказать, об уменьшении жестких дисков. Довольно-таки такая частая задача, когда у нас с вами есть сервер с жесткими дисками, мы решаем сэкономить место, может быть, сэкономить денег и думаем, как эти жесткие диски ужать. Тут очень много подводных камней, очень много трудностей, мы с вами поработаем в основном с загрузчиком, немножко поработаем с LVM, то есть такие базовые вещи будем делать, я немножко о них буду напоминать. Но, в принципе, все, что мы с вами проходили по LP, оно нам пригодится и никуда за пределы этого мы выходить не будем. Я назвал презентацию работы с Grab2, но на самом деле тут у нас с Grab2 не так уж и много будет работы, только о нем упомянем. Итак, давайте поговорим о нашей задаче. У нас есть с вами какой-то раздел с данными и мы хотим его уменьшить. На самом деле тут несколько вариантов решения проблем. Например, если у нас изначально система создавалась по-человечески и у нас с вами раздел с данными и вообще все разделы какие-то большие подключены как отдельные жесткие диски, то тут все просто. Мы можем просто подключить жесткий диск меньшего раздела и на него перенести все данные и просто перемонтировать его нам в нужную точку нашей файловой системы. То есть это такой самый первый, самый простой вариант. Проблема в том, что редко нам попадаются системы, в которых все было изначально сделано по-человечески и поэтому иногда приходится сталкиваться с другим вариантом. Вариант второй у нас может быть, когда у нас вся операционная система находится на одном жестком диске, то есть у нас с вами нет отдельных виртуальных или реальных жестких дисков. Вообще мы в принципе говорим сейчас в основном о виртуальных жестких дисках, потому что чаще всего работа у нас происходит в облаке сейчас с виртуальными серверами. Так вот, есть у нас вариант, когда у нас вся операционная система может находиться на одном жестком диске, но когда-то кто-то там создал или LVM, или создал отдельные разделы, и это нам уже облегчает наши действия. И у нас используется какая-нибудь файловая система, типа Extended File System, EXT любой версии, которая поддерживает сжатие. Тогда мы с вами можем просто сжать файловую систему, затем отрезать кусок от жесткого диска и пересоздать раздел. Я на эту тему даже не буду снимать урока, потому что это достаточно все просто. Вы можете, в принципе, удалить раздел с данными в Linux через F-диск и затем заново его создать, и все данные останутся на месте, если вы там ничего только не напортачите с размером этого раздела. Но, в принципе, вот этот вариант, который я снизу жирного написал, он работоспособен. Но есть у нас чаще всего третий вариант, с которым я как раз-таки столкнулся недавно. Когда у нас есть вся операционная система на одном жестком диске, все у нас находится в корневой партиции, то есть у нас всего одна партиция на жестком диске, все лежит в ней, весь этот раздел, скажем, 1 терабайт, и мы понимаем то, что нам этот терабайт больше не нужен. У меня это было все развернуто в висфере, то есть через ESX, вемваровские, и там, в принципе, нельзя уменьшить даже размер жесткого диска. Кроме того, там была еще и файловая система XFS, которая, в принципе, не поддерживает сжатие. И возни предстояло довольно много. Я, кстати, забыл упомянуть еще об одном таком варианте, когда мы сами изначально строили систему, мы можем ее заново просто развернуть на соседнем сервере, и все, что нам нужно скопировать. У меня была такая ситуация, когда мне попалась Ubuntu, в которой вообще непонятно, что там, как оно работает, нет никакой документации, но это все занимает терабайт сториджа, за это деньги заказчик уже платить не хочет, потому что по факту там нужно ну гигов 50. И нужно было как-то это все уменьшить, не потеряв функциональности. Соответственно, в данном случае я прихожу к варианту 4, это наш четвертый вариант, когда мы с вами создаем новый маленький диск, то есть у нас с вами там один диск с рутом, в котором вся файловая система. Поэтому мы создаем новый жесткий диск и фактически переносим все данные с того жесткого диска на новый жесткий диск. Казалось бы, тоже ничего особенно такого сложного, но нам нужно самое главное, чтобы потом мы могли с этого маленького жесткого диска загрузиться. И тут нам придется поработать с монтированием файловых систем, загрузчиком, и именно на это мы сейчас будем обращать внимание. Итак, с чем мы с вами будем работать? Вот у меня CentOS, вот его IP-шник. На этом CentOS я установил для проверки того, что у нас все будет работать NGINX. Проверяем. Loaded running. Прекрасно. Открываем в браузере его. Вот мой 42100. Открывается тестовая страница NGINX. Прекрасно. Посмотрим, что у нас здесь есть. Давайте для начала посмотрим FDisk-L. FDisk-L нам показывает то, что у нас с вами есть устройство DevSDA размером 26 гигов. На этом устройстве у меня есть два раздела. SDA1 и SDA2. SDA1, вы видите, у меня метка стоит в системе, что это Linux, SDA2, а это какие-то LVM. Ниже я, собственно, вижу, какие LVM. Я вижу то, что у меня есть один вот такой вот Logic Volume, другой такой вот Logic Volume. Их даже размер. Мы сейчас на это еще раз внимательно посмотрим. Значит, у меня с вами, если посмотреть через PVS, Physical Volume, вот он один, где VSD. Если посмотрим VGS, у меня есть Volume группа, которая называется CL. И если мы через LVM посмотрим, то в этой Volume группе CL у меня есть Logical Volume Root и Logical Volume Swap. Мы с вами уже о LVM-ах говорили давным-давным-давно, если что, вспоминайте. Значит, что мне это все дает? Я могу посмотреть через etc, fstab, что у меня, куда монтируется. И я вижу то, что у меня Logical Volume CL Root монтируется как корень. И я вижу, что самое важное у меня файловая система XFS. Дальше через UUID, через ID-шник я монтирую в файловую систему в директорию Boot тоже файловую систему XFS. Это мой DWSD1. И есть у меня еще один LVM, вот этот CL Swap. Он у меня монтируется как Swap, как раздел подкачки. Ну и я могу еще за компанию посмотреть, сколько у меня на самом деле все это занимает места. И я увижу то, что у меня, значит, DWSD, мой загрузочный раздел, он весит гиг, занят там 200 мегабайт, не страшно. Но я вижу то, что вот мой CL Root 22 гига и занят там по сути 1,3 гига. То есть у меня 21 гиг свободен. Соответственно, давайте возьмем и перенесем нашу вот эту вот всю целую файловую систему на какой-нибудь жесткий диск с размером в 10 гигов. Я сейчас в фоновом режиме через VirtualBox подключу новый жесткий диск, загружу систему и вернусь к вам обратно. Итак, я подключил диск и вернулся к вам обратно. Давайте убедимся, что диск у меня появился. В FDisk-L у меня появился новый жесткий диск, DWSDB, размером 10 гигов. Именно с ним мы сейчас и будем работать. Значит, для начала мне нужно создать на нем разделы, поэтому я скажу FDisk, чтобы он начал работать устройством DWSDB. Скажу New Partition. Partition нам нужно P Primary, основной раздел. По порядку будем сначала создавать первый раздел. Начинаться он будет у нас здесь. И размером он у нас будет плюс 1 гигабайт. Готово. Создадим еще один новый раздел. Тоже Primary он у меня будет. По порядку он будет 2. И пусть занимает все оставшееся место. То есть начнется с какого-то вот такого сектора и закончится по умолчанию на последнем секторе. Теперь мне нужно установить типы файловых систем. Вообще можно не заморачиваться. Вы видели то, что в старой операционной системе на старом большом жестком диске у нас с вами есть LVM, в котором есть какие-то Logical Volume. В новом мы можем в принципе создать просто обычный раздел и туда перенести все данные. И потом пофиксить граб так, чтобы это все завелось. Но по-хорошему, конечно, все-таки использовать LVM. Это гибкая система, которая позволяет нам все-таки Logical Volume эти двигать. Куда-то туда-сюда уменьшать, перемещать. Это в принципе удобно. Поэтому давайте мы все-таки будем LVM использовать и на новом жестком диске. Итак, я хочу указать тип файловой системы. Для этого я говорю Type. Type для первого у меня жесткого диска, для первого раздела будет. Давайте посмотрим. По-моему, 8i у нас. Да, 8i это Linux LVM. 83 это просто Linux. Значит, для первого раздела, который у нас загрузочный будет, я указываю тип файловой системы 83. Для второго раздела я указываю тип файловой системы LVM. Даже не тип файловой системы, это я так по привычке говорю. Это метка. Это просто метка. Клавишей P вывожу, что у нас там получается. И вижу то, что я хочу для своего жесткого диска создать два раздела SDB1. Вот он, тип Linux SDB2, тип Linux LVM. Меня это все устраивает. Нажимаю букву W, записать изменения. Готово. Раздел DEVSDB1 я могу сразу форматнуть. Мы с вами видели то, что DEVSD1 у меня файловой системы XFS. Мы в FASTABе видели. Давайте здесь точно так же сделаем. Makefilesystem.xfs. DEVSDB1. Главное сейчас не промахнуться и не отформатировать старый жесткий диск. Будет это все печально. Поэтому перед всеми этими действиями лучше бэкапить, сделайте снэпшоты, все что угодно. Данные нужно бэкапить в любом случае. Отлично. С первым разделом более-менее разобрались. Теперь нам нужно разбираться со вторым разделом. В втором разделе я указал меткой, что у меня это будет Linux LVM, но нужно это превратить в LVM. Поэтому я сейчас скажу pvcreate. Создай Physical Volume DEVSDB2. Проверяю через pvs. Вижу, что у меня теперь есть два Physical Volume. Вот мой старый Physical Volume, вот мой новый Physical Volume. На новом Physical Volume мне нужно создать Volume-группу. VGCreate. Называю я ее... Давайте Центус назову. Я не могу ее назвать так же, как она называлась раньше. У меня уже есть такая Volume-группа. И в связи с этим мы уже будем редактировать загрузчик. Так вот, я назову ее Центус и скажу, что она будет размещаться на DEVSDB2. Отлично. VGS мне покажет то, что у меня есть две Volume-группы. Старая Volume-группа, новая Volume-группа. Видите разницу в разделах. Теперь я создам Logical Volume. LVCreate. Минус L. Странный параметр вот этот вот 100% free. Он не очень удобно пишется. Но так я говорю, чтобы он создал LV на полностью, на всем свободном месте. С именем, давайте я назову его, допустим, Root. На моей Volume-группе Центус. Напоминаю для всех, что есть куча плагинов для браузеров, которые позволяют скорость видео уменьшать, увеличивать, нажимать на паузу. Я не говорю медленно, потому что иначе у нас это видео затянется на 40 минут. LVS. LVS мне показывает то, что у меня есть следующие Logical Volume. В Seale-группе у меня есть с вами Swap и Root. В Центусе у меня есть только Root. Как вы можете заметить, Swap я не создавал. Я не люблю использовать разделы под Swap. Мне это не очень удобно. Если что, я лучше создам Swap-файл где-нибудь там в корне. Поэтому со Swap-ом возиться мы с вами не будем. Кто хочет, может себе создать еще и Swap. Буковка O. Вот видите, разница только в буквке O. Кажется, говорит о том, что эта файловая система сейчас открыта, используется или как-то так. У меня сейчас никуда ничего не примонтировано, никуда ничего не используется в моей новой LV. Поэтому у нас здесь буковки O нет. И теперь, когда у нас с вами появился уже наш Logical Volume, мы можем его форматнуть точно так же в XFS. Нам нужно, чтобы у нас новый жесткий диск был в той же самой файловой системе, что и старый. Иначе у нас ничего не заведется. Можно поизвращаться, конечно, но мы не будем этого делать. XFS так XFS. Говорим makefilesystem.xfs и указываем наш новый раздел. Новый LVM. Он у нас всегда LVM подключен через DevMapper. Здесь у меня должно быть указано мой Volume CentOS. Вот так вот у меня это все указывается. Так, проверяю. Ничто лишнее я не отформатирую. Прекрасно. Готово. Теперь самое важное. Давайте я перейду в корень. И мы будем с вами сейчас скопировать данные со старого места в новое место. В Linux хорошо то, что мы можем наши существующие разделы подключать в несколько точек монтирования. Нам ничего не мешает это делать. Поэтому мы сейчас с вами возьмем и создадим, и это важно, создадим в корне, допустим, папочку old для старого диска и создадим папочку для нового диска new. Почему мы просто возьмем и не скопируем корень в новый жесткий диск? Потому что новый жесткий диск нам нужно подключить куда-то в файловую систему, и может получиться такой момент, когда мы начнем копировать этот жесткий диск сам на себя, и это не совсем все правильно. Поэтому сейчас с вами в корне создали две папки. Ну да, у меня синий цвет, мы их не увидим. Это old и new. Вот эти два, две папочки. Теперь нам нужно премонтировать разделы и скопировать все. Значит, я скажу, что я хочу премонтировать свой первый раздел sd1, там у меня загрузчик файла, если вы помните, в папочку old. И точно так же премонтировать первый раздел диска sdb в папочку new. Готово. Я могу посмотреть в папочку old, увидеть то, что здесь все мои файлы загрузчика. Могу посмотреть в папочку new и увидеть то, что здесь абсолютно ничего нет. Теперь мне нужно копировать. Обычная cp, даже если там указывать, не помню, какие опции, не очень корректно передает права. Лучше всего это делать всегда rsync. Поэтому я скажу rsync минус av. По-моему, с сохранением это право, значит verbose. Что копирую? Я копирую все из директории old в директорию new. Должно получиться достаточно быстро. А, я не установил сюда rsync. Я main install. У меня cintos minimal, поэтому у меня здесь вообще ничего нет. Пакет установлен. Делаем еще раз. Отлично, все скопировалось. Проверяю папочку new. И жду, что в ней есть файлы загрузчика. Прекрасно. Давайте теперь сделаем new mount. Отмонтируем все из old, отмонтируем все из new. И подключим вторые разделы. То есть теперь я скажу mount. Старый logical volume у меня dev mapper cl root. Премонтирую я в директорию old. Новый у меня называется centus root. Я его премонтирую в new. Готово. Кто не понимает, можете задавать вопросы в видео. Я стараюсь отвечать на вопросы к видео, но у меня как-то, блин, в последнее время очень мало свободного времени. И точно так же все из old, то есть всю старую корневую файловую систему со всем содержимым, я копирую в директорию new, к которой у меня подключен мой новый lvm. Запускаю этот процесс, так как там у меня сколько, ну, гига полтора, по-моему, было. Я не помню, сколько там было. Придется подождать. Так что я пока видео остановлю. Ersin говорит, что он все скопировал. Давайте мы это с вами проверим. Для начала заглянем, что у меня там в папочке new, посмотрим. Вроде бы все перенеслось. Через df-h можем посмотреть, что у нас происходит, в каком месте. Видим то, что у меня старый lvm занят на 1,3 гига и новый lvm занят на 1,3 гига. То есть, в принципе, все, значит, у нас перенеслось. Могли вообще не 10-гиговый, а 5-гиговый жесткий диск. И все было бы в порядке. Так, теперь у нас с вами начинаются танцы с бублом. Старая файловая система нам уже не нужна. Мы ее отмонтируем из old. Готово. И будем с вами править новый fstab. Что нам нужно с вами знать? Значит, если вы посмотрите в текущий etc fstab, мы с вами уже туда смотрели. Мы видим то, что нам нужно подключить в корень clroot. id-шник sda1 в boot. И swap-swap. У нас точно так же это все скопировалось в новый etc fstab, потому что у нас пока просто копия старого жесткого диска на новом жестком диске. Но нам нужно знать с вами блок id нового моего раздела. У моего нового раздела devsdb1. Вот у sda1, видите, c9b. Вот оно, c9b. У sdb1 у меня вот мой uuid. Вот его я и скопирую. И теперь мне нужно с вами отредактировать новый fstab. У нас сейчас новая файловая система смонтирована в директорию new, поэтому в директории new у меня есть свой etc fstab, который пока точно такая же копия того. Значит, здесь я меняю id-шник на свой новый id-шник. Vim'ом я уже вам на данном уровне не говорю, как пользоваться, потому что если вы не знаете, как пользоваться Vim'ом, вам вообще тяжело это смотреть. Дальше. Новый у меня корневой LVM называется centus root, а не sail root. Отлично. И swap-у у меня нет вообще, поэтому я эту строчку удаляю. Вот так вот выглядит мой новый fstab. Готово. С fstab разобрались, уже хорошо. Теперь еще более сложные танцы с бубном. Значит, нам нужно смонтировать наш, ну как сейчас у нас в текущей файловой системе. Если мы посмотрим с вами mount, у нас будет много мусора. Но мы с вами увидим то, что у нас с вами мой devsd1 в текущей файловой системе смонтирован в boot. То же самое нам нужно сделать в новой файловой системе. Поэтому я сейчас скажу, чтобы у меня смаунтился devsdb1 в новую файловую систему в директорию boot. Давайте я Enter нажимать не буду пока. Мы с вами просто убедимся, что у нас в new boot сейчас ничего нет. Потому что это пустая абсолютно директория. Так вот, я говорю mount devsdb1 в new boot. Мы с вами проверяем то, что в new boot появились файлы загрузчиков. Уже прекрасно. То есть у нас с вами сейчас уже так достаточно заморочено все смонтировано. Я могу вслух поговорить, что у меня LVM, вот этот вот CentOS root смонтирован в текущую файловую систему в директорию new, а диск devsdb1 в этой директории new в директорию boot. Вам лучше это все карандашиком нарисовать и то же самое за мной поповторять. И еще что-нибудь самим куда-нибудь туда-сюда помонтировать, чтобы понять, как это работает, если вдруг не понимаете. Теперь мне нужно примонтировать еще несколько важных разделов. Значит, еще раз посмотрим через mount, что у нас с вами есть. У нас здесь есть очень много интересного. В частности, у нас с вами есть sys с типом sysfs. Мы об этом говорили. sysfilesystem, protsfilesystem и devfilesystem. Это три важные файловые системы, которые у нас относятся к нашей работающей системе. Устройства, запущенные процессы, куча всего важного. Можете погуглить, кто забыл. Вот нам нужно, чтобы у нас вся эта информация была сейчас доступна во второй файловой системе точно так же, как и в первой. Для этого у нас есть такая интересная опция у mount, которая называется –minusbin. Которая позволяет нам подключить часть файловой структуры в другой каталог, при этом не удаляя исходную точку монтирования. Так вот, мне нужно подключить то, что у меня сейчас в dev, в мою новую файловую систему, в dev. Точно так же поступить с sys. Точно так же поступить с prots. Теперь у меня одинаково выглядят эти каталоги и в новой файловой системе, и в старой файловой системе. То есть они, грубо говоря, синхронизируются. Но по сути, это, конечно, один и тот же, одна и та же информация. И вот теперь мы делаем с вами вообще интересную штуку, которую мы до этого не делали. Мы делаем chrute. Chrute – изменить текущий корень файловой системы. Chrute – вообще крутая штука и для дебага, и для ремонта, и для вообще много всего. Можно сделать при помощи chrute. По сути, сейчас мы делаем с вами chrute.new. И теперь мы находимся с вами в моей новой файловой системе. Мы можем это разными способами проверить. Давайте я сделаю, допустим, exit. И в моей текущей файловой системе, только здесь, конечно, нам будет ничего не видно, возьму и создам, допустим, touch в корне файл old. Вот в моей старой файловой системе у меня появился вот такой вот... Не появился, у меня там был каталог, поэтому давайте мы с вами создадим touch old.txt, например. Вот так вот. Теперь мы видим то, что у меня есть old.txt. Можем смотреть. В корне у меня есть old.txt. Делаю я chrute.new, проверяю, что у меня есть в корне, и вижу то, что никакого old.txt нету, потому что я сейчас фактически нахожусь в новом корне, который находится по пути slash new в старой файловой системе. То есть я сейчас нахожусь на новом LVM моем корневом, и в нем я могу выполнять действие. Значит, что нам здесь важно сделать? У нас сейчас все, что осталось делать, это поработать с загрузчиком. Значит, если бы у нас здесь был старый граб, было бы все просто. Мы могли бы сделать там граб апдейт, который, в принципе, выполнил бы все. Сейчас в грабе 2, ну для цинтоса точно, для Ubuntu, по-моему, еще есть какие-то возможности. Для цинтоса нету никакого граб апдейта, и приходится делать несколько таких странных действий. Прежде всего нужно отредактировать параметры запуска. Они у нас есть в default grab. Причем, несмотря на то, что используется давным-давно загрузчик grab2, параметры, которые он использует, до сих пор находятся в ETC default grab. То есть они когда-то их там оставили для совместимости, и до сих пор мы с ними вводимся. Несмотря на то, что у нас grab простой. В смысле, второй. Здесь что у нас с вами есть? Здесь у нас есть вся та старая информация, которая была для старой файловой системы. В частности, у нас больше с вами не CLroot, а CentOSroot. И у нас с вами нет никакого свопа. Вот здесь вот. Просто нет. В принципе, здесь нас, по-моему, все остальное устраивает. В основном у нас система одинаковая. Сохраняем изменения. Далее, у grab есть очень такой запутанный в директории boot. Теперь уже вы можете посмотреть, в директории boot есть grab и grab2. Grab нам не нужен. Теперь мы идем с вами в grab2. И здесь у grab2 есть свой grab-конфиг. Это дикий, невозможно запутанный файл. Тут вообще свой синтаксис, свои параметры. И тут черт ногу сломит в этом файле. Его редактировать очень тяжело. Старый конфиг grab1 редактировался достаточно легко. Мы теперь с вами должны сделать grab-make-конфиг. Так, я сейчас, по-моему, у меня не будет этих утилит. У меня же пустой. Давайте попробую скажу grab-make-конфиг. Да, нет такой команды. Давайте посмотрим, что у нас есть связанное с grabом. Может быть, grab2, кстати, make-конфиг. Давайте попробуем grab2 make-конфиг. Подпичимся с вами. Такого тоже нет. Можем с спокойной совестью. Ям-серч-граб. Посмотрите, что у нас есть. Какие-нибудь grab-утилы сейчас будут, grab-тулзы и так далее. Для работы с загрузчиками. Да, вот есть grab2.tools. Делаем ям-инстал. Grab2.tools. Он у меня уже установлен. Хорошо, давайте попробуем. Посмотрим, что у меня есть связанное с grabом. Grab2. Он не make-конфиг, он мк-конфиг пишет заказ. Вот в чем была моя проблема. Мк-конфиг. И мы хотим заменить конфиг, тот страшный, который мы с вами сейчас видели. Grab2. Grab.config. Вот мы его сейчас спокойненько заменили. Бывают, кстати, вот такие вот ворнинги. Потому что не может подключиться к алгоритм. Давайте посмотрим, может быть ничего не получится, а может быть получится. В принципе, это ворнинги, а не эрроры. Так что будем надеяться, что ничего страшного. Хотя, может быть, и будет сейчас все страшное. И теперь нам нужно установить, собственно, сам загрузчик. Для этого у меня с вами есть команда grab2.instal. И мы говорим установить загрузчик на мой новый жесткий диск, где в sdb. Жесткий диск все равно остался у нас как где в sdb. У нас жесткие диски по буквам местами не поменялись после чрута, потому что они подключены в нашем компьютере к нашей шине контроллера жестких дисков именно в этом порядке. Говорим grab install.deo.sdb. Прекрасно, вроде бы установил. Давайте попробуем еще раз. Делаем grab2.inconfig для чистки моей совести. Ну да, ничего не поменялось. В принципе, мне кажется, достаточно. Я выхожу из новой файловой системы, из нового LVM. Я нахожусь в своем реальном корне. Давайте попробую я сейчас выключить компьютер, выдернуть из него старый жесткий диск и запуститься снова. Даже покажу вам эти действия. Для начала выключу. Теперь выдерну из него старый жесткий диск. Вот он мой старый жесткий диск. Удаляю его. Окей. Пробую запуститься. Прекрасно. Есть выбор операционной системы. Это уже очень даже хорошо. Пробуем стартануть. Здесь могут посыпаться ошибки. Но если посыпятся, будем думать с вами, как их чинить. Если не посыпятся, я вам поломаю к следующему видео и починим руками. Слушайте, что-то запустилось. Возвращаюсь в путь. Путь у меня решила выкидывать. Сейчас посмотрим, попробуем залогиниться сюда. Не пускает. Это интересно. То есть операционная система у нас завелась, но залогиниться я в нее не могу. Это тянет на интересное исследование ошибок. То есть мы с вами далеко прошли. Осталось понять, почему она не заводится. К этому приступим в следующем видео. Не быстро получилось, ну и не совсем даже получилось, но подведем такой промежуточный итог. Мы с вами подключили новый жесткий диск, создали на нем необходимые разделы, перенесли на него все данные, затем сделали в него чрут и там установили загружщик. Это кратко. В следующем видео починим те проблемы, которые у нас возникли, и я сразу выложу корректный мануал нам в GitHub. Продолжение следует...